Добрый день! Вы смотрите очередной выпуск «Время новостей». Несколько сел могут навсегда исчезнуть с карты Крыма. По данным последней переписи населения, там числятся 10 и менее человек. Проблемы сельской местности и сельского хозяйства полуострова обсуждали в очередном раунде республиканских политических дебатов участники предварительного голосования «Единой России». Многие не привыкли говорить на камеру, никогда не участвовали в политических спорах. Но дебаты – обязательный этап предварительного голосования. Их проводят для того, чтобы крымчане могли определиться, рядом с чьей фамилией 22 мая им поставить галочку. Сделать это сможет каждый гражданин, вне зависимости от партийной принадлежности. «Очень сложно дебатировать, потому что я простой строитель, и это не моя стихия. Но благодаря партии «Единая Россия», что она предоставляет возможность каждому человеку попробовать себя. Поэтому и сегодня я здесь, для того, чтобы показать, что партия дает всем равные возможности». Шесть участников готовы выслушать тему обсуждений. В этот раз это развитие сельского хозяйства. Проблема в Крыму одна из самых острых. Нет рабочих рук. Люди из сел уезжают в города. «Уезжают почему? Потому что там есть весь набор социальных благ и услуг, которым в 21 веке, я считаю, имеет право пользоваться каждый житель нашей страны. Когда мы в каждом селе сделаем качественные, современные школы, детские садики, клубы, объекты здравоохранения, то тогда люди не будут уезжать». Еще одна тема, которую затронули на дебатах – обеспечение продовольственной безопасности. Крымским производителям сейчас сложно реализовывать свою продукцию. «Если мы сейчас не обеспечим гарантированный сбыт этой продукции, не будет никакого развития. Если мы вложили, вырастили, а дальше что? Если мы переработали, мы теперь должны понимать, где мы его реализуем. Поэтому здесь должен быть комплексный подход». По итогам последней переписи населения, с карты полуострова исчезли 11 населенных пунктов. Рискуют навсегда исчезнуть еще несколько сел. Там живут 10 и меньше человек. Улучшения положения сельчан есть, но пока их мало. Представители от Крыма в Государственной Думе смогут ускорить решение проблем. Кому, как не им, знать их лучше. Дебаты и предварительное голосование 22 мая – только начало. Самый ответственный день для всей республики – 18 сентября – выборы в Госдуму. У крымчан, наконец, появятся свои делегаты там. Главное – не забыть за них проголосовать. Татьяна Ханкота, Дмитрий Попов. Время новостей. Против роста налогов и цен за индексацию зарплаты и пенсии. Федерация независимых профсоюзов Крыма приглашает принять участие в праздничной первомайской демонстрации. Колонна будет формироваться на перекрестке улиц Кирова и Гоголя до площади Амедхана Султана в 9.30 утра. По вопросам о порядке формирования праздничной колонны обращаться по телефону 27 41 23 или плюс 7 978 767 04 48. 26 апреля исполняется 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная катастрофа от 20 века потрясла весь мир и навсегда оставила след в жизни тысяч людей. Наша съемочная группа встретилась с одним из непосредственных участников ее ликвидации крымчанином Александром Катковым. Спустя годы бывший военнослужащий поделился своими воспоминаниями. Александра Каткова последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции застали в Симферополе. Мужчина служил в войсках радиационной, химической и бактериологической защиты и в 86-м следил за обстановкой в городе. Утром 2 мая потучали, позвонили, открывая водитель командира, сказал, знаете, ваши приборы что-то щелкают из дежурных. Командир сказал, вас вызвать разобраться. Я приехал, включил приборы, приборы показывали, что над городом Симферополь проходит радиационное облако. Я взял несколько приборов, перемерил, потому что подумал, что какая-то ошибка, ошибки не было. Спустя несколько месяцев Александра Каткова откомандировали в Чернобыль для ликвидации последствий. Он, не задумываясь, выполнил военный приказ. Дома его осталось ждать жена и двое маленьких сыновей. Мы тогда не задумывались над последствиями. Мы еще не воспринимали так эту страшную новость, как сейчас уже ее люди воспринимают. Я даже не знала, что он туда направился. Когда он мне позвонил по телефону и сказал, что я работаю в коптерке какой-то, распоряжается каким-то имуществом и вообще близко к реактору не подходит и не имеет никакого, так сказать, отношения. Но, как оказалось, он был в разведгруппе. И это, в общем-то, по тем временам было самое страшное. Александр Катков в течение месяца измерял уровень радиации у четвертого энергоблока. Облучение, которое он тогда получил, в три раза больше допустимого. О проблемах со здоровьем мужчина не говорит, но признается. В отличие от него, многие пострадали по незнанию. Многие вам сегодня расскажут, что мы знали, чем занимались. Нет, на самом деле и в июле, в августе очень много людей, которые смутно представляли, как она будет действовать. Видите, потому что не больно. Попали бы мы сейчас к реактору, это совсем не больно. Оргонин какие-то симптомы дает, ощущение есть, что радиация, что-то необычное. Но вот такое какое-то мгновенное боли не чувствуешь. Мгновенно там кровь не закипает, если это не больше 600 рентген. Поэтому платили там немного больше, а потом дозиметры прятали. О событиях 30-летней давности в доме полковника напоминает дозиметр, схема с данными об уровне радиации на электростанции и рабочая форма тех времен с медалями и орденами. Летом 86-го он менял ее каждую неделю. Эта форма называется хлопчаток бумажных, которые без орденов, без медалей мы работали. После участия в ликвидации Александр Котков много лет преподавал для будущих специалистов МЧС и на личном примере рассказывал о последствиях ядерной катастрофы. А в 2001-м стал инициатором возведения памятника чернобыльцам в Симферополе. Несколько было предложений. Мы выбрали из того, что голыми руками закрывается земной шар. Ну о чем здесь речь? Подразумевалось, что чернобыльцы закрывали своим телом. Не только закрыли город Украину или Советский Союз, но и весь мир. Вы же знаете, что облако радиационное проходило далеко. Если оно на Крым прошло, оно погуляло на Европу, проходило на Швецию. Фон радиационный был. Советский Союз сначала умалчивал. Сегодня мемориал чернобыльцам в Симферополе – место, где собираются сотни людей, чтобы почтить память тех, кто погиб, выполняя служебный долг. В крымской столице это 367 человек. Мария Красновицкая, Роман Ананьев. Время новостей. Проверили рабочие качества. Кинологический союз полицейских собак успешно провел в Феодосии выставку четвероногих и организовал соревнования среди псов разных пород. На мероприятие побывала наш корреспондент Татьяна Шаманаева. 400 собак 35 пород можно было увидеть в морском саду в эти выходные. Впервые кинологи показали волк особа. У этого пса 6% волчьей крови, что дает отменный нюх и большую работоспособность. Это Аркан. Дитё русской весны. Родился в декабре 2013. Как раз в феврале 2014 я его взял с щенком. Играясь на севастопольских блокпостах, он и вырос. Стал таким мужчиной замечательным. Кинологи полицейского союза серьезно занимаются не только воспитанием собак, но и их хозяев, членов клуба. Вот самому младшему всего 7 лет. А он уже справляется с немецкой овчаркой. Я с ней занимаюсь около 11 месяцев. Патрон нельзя. Около 11 месяцев. И сам выгуливаешь? Выгуливаем. Обязательно это общий курс дрессировки, чтобы собака была управляемая, послушная, социализированная. И защитно-корольная служба. Это для всех собак, которых применяются спецподразделения или частные какие-то организации, частные лица для своей личной охраны, для охраны своего имущества. Вот для них требования обязательные. Послушание, отсутствие страха. Потом отсутствие страха перед выстрелами, перед взрывами. На выставке были представлены не только служебные собаки, но и декоративные. И очень редкие, такие как Коли и Эрдельтерьер. Собаки этих пород незаслуженно забыты. А ведь они команды запоминают с трех раз. Замечательная собака, не пахнет, шерсти нету, легко подается дрессировке. Собака универсальная. И как охотник, и как охранник, и в цирк можно. На испытаниях отличились кани-корсы, и, конечно же, немецкие, восточные и канадские овчарки. Полицейские кинологи говорят, что по их наблюдениям собакам нравится учиться и работать, а не лежать на диване и не сидеть в вольере. Граф учится всего один месяц, но уже выполняет все команды. Так что любую собаку можно научить жить среди людей. Татьяна Шаманеева, Антон Кузнецов. Время новостей. Феодосия. Дави на газ. Под Алуштой провели первую в сезоне горную раллийную гонку у Димирджи-2016. В соревновании приняли участие более 30 экипажей со всего полуострова. Они были разбиты на 6 классов. Спортсменам предстояло покорить трассу длиной почти в 4 километра. О том, как гонщики брали штурмом высоту, расскажет Эдуард Здоров. Данная гонка проводится уже в четвертый раз и по традиции открывает новый сезон. Данное соревнование открывает шестиэтапный открытый кубок города Севастополя. По автомобильным горным гонкам кубок Федерации автомотоспорта и кубок регионального отделения ДОСАВ Республики Крым. Трасса непростая, но для горных гонок, как утверждают организаторы, самая подходящая. Почти 4 километра подъема и резкие повороты. Трасса, по большому счету, она как бы стандартная, она уже известна для наших гонщиков. То есть, как бы, погода может ввести к своей корректировке. Этот поворот один из самых опасных на всей трассе. Достаточно просто зазеваться и сделать одно неправильное движение, и последствия могут быть очень плачевными. Но каждый здесь профессионал. И даже если аварийные ситуации возникали, гонщики умело выходили из положения. Кто-то тормозил в пол, а кто-то припас приемы поэффектнее. В общем же, без происшествий. Александр Хромиев гонками занимается с 2008 года, в Горных – с 2013. До этого увлекался драг-рейсингом. Со сменой вида соревнований пришлось менять и автомобиль. Была «Хонда С-2000». Результаты. Машина мощная, но немножко не для этой категории. То есть, решили ее продать. Продали, вот приобрели «Субару». Только собрали, вот, тестируем. Поэтому едем на ляме пока. А Дима Фоменко в роли пилота впервые. До этого 7 лет был штурманом. Становился чемпионом Украины и Крыма. Свой автомобиль готовил сам. Помогали только родители. В этом году набрался смелости уже выехать сам. Опять же, с поддержкой родителей. То есть, все вложения ушли в машину, подготовка. Ну, полностью перебрали тормозную систему. Коробку перебрали. Масла все поменяли. В этом году в гонке приняли участие 33 спортсмена со всего Крыма. Но, по мнению организаторов, это не предел. Уже в ближайшее время на трассах полуострова можно будет увидеть участников из материковой России. Эдуард Здоров, Рустам Файзулин. Время новостей. Большая Алушта. И к этому часу все новости. Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин